противостояние ю термала и братка начинается на карте eternal empire матч до двух побед и наверное еще какую-нибудь неделю назад мы бы ничего особенного здесь и не ждали но совсем недавно браток обыграл hero марина и следовательно теперь на его шансы уже хочется взглянуть по-другому на самом деле это всегда обманчивая штука потому что ю термал по-прежнему террин на 500 ммр выше как минимум может быть разрыв там и больше сейчас но у братка твт это хороший матчап поэтому в его шансы хочется поверить ну или по крайней мере давайте просто будем за него болеть а там будь что будет через газ до барака открывается на этой карте браток ну и ю термал ставит барак газ чуть более экономика ориентированный билд поехал рабочий довольно рано его в разведку проток тоже выезжает в разведку хотя с газом до барака далеко не всегда это делают это интересно да но в твт как правило принято учитывать возможность прокси бараки с рипперами особенно если это ю термал он большой специалист этого дела но браток проверил только ближайшие локации дальше ехать он не намерен и просто останется рабочим добывать дома вот ю термал свою сивишку отправил вперед ну и тут он сможет разведать тайминг газа и такой позиции в отличие от этой тут при всем желании не перекроешься с оплаем так как здесь стенка пристройку сделано хотя нет тут . это хитрая стенка у братка не здесь же соплей стоит а вон где я не знаю зачем она нужна но я точно знаю что браток от балды здание не стоит у него всегда все просчитано в этом плане может быть просто ему стенка здесь не нужно считает твт действительно стенка не очень нужна я вообще люблю соплей ставить сзади иногда это может помочь от дропа гелионов например ну ладно командный центр внизу и у того и у другого нередко билд в газ до барака переходит в цц наверху и в какой-то такой технологичный розыгрыш но браток играет довольно стандартно просто у него существенно раньше факторе обратите внимание ее термал свою заказывает только сейчас ну просто она видимо под реактор то есть на 140 газа он ее ставит если ты собираешься перелетать на реактор раньше просто смысла нет она все равно не доделается смысла нет если ты знаешь что там не прокси бараки ну а тут прокси старпорт на самом деле видимо это будет перед робки лионов но может быть на самом деле и что-то другое то есть это может быть проезд гелионов с либератором например посмотрим варианты есть где термал двумя рипперами приезжает интересно что братка риппер всего один он тоже полетел в разведку но гелионы этих рипперов встречают прям очень четко я подозреваю что это не случайное совпадение здесь третий командный центр но вроде такое ощущение что сбил дом бородку пока везет да а вот тут кстати на гуглил бот что войти войти это вовсе нитевая you term но это была бы прикольная история но you term который еще играет на аккаунте сарел а может это тот самый аккаунт и есть любит таким образом потроллить сильных игроков так что окей ему тоже зачтется 6400 у него на этом аккаунте не так уж сильно и больше чем у братка у братка на основном 6 200 с хвостиком сейчас но у него еще есть баркод на 6400 но насколько я знаю на нем почти не играет баньша со стелсом в итоге с этого старпорта гелионы вообще никуда не едут слушать а может быть это будет мех от ваш карт подходит гелионы тут пока копятся но это не обязательно гелионы могут подкопиться и поехать почему бы и нет но братка достаточно серьезно позже 3 цц но зато он поставлен сразу на натурале это тоже конечно плюс не натурале а на третьей базе но you term all сможет раньше прилететь если захочет но пока количество рабочих равное на большую здесь довольно серьезная ставка но фишка в том что you term all the играет через либератора ой тфу через рейвана многовато оговорок викинг тоже есть то есть целом там еще и циклон справится целому you term all все должно быть но то что у него что-то есть это одно еще надо везде четко сориентироваться доброток готовит свою атаку гелионами он пытается накрыть ну циклона наверное трудно а тем более 2 удается забрать морпеха что тоже неплохо он все таки бьет по воздуху гелион очень неплохой вносит урон залетают баньшу под стелсом и они просто выбивают этих циклонов которые уже были пробиты здесь есть рейвен он дает авто турель дает обзор ну и викинг сбивает все-таки эту баньшу тем не менее браток красиво кашни размиграл циклонов но в итоге все равно разминялся в минус и тут же заказывает да у него 2 факты и термал сканит видят двух циклонов и апгрейд на зацеп такое продолжение тем временем синий террин перелетает на третью базу и будет играть в пехоту но пошли дополнительные бараки браток целенаправленно играет именно механизацию у него есть еще одна большая она тут мало чего добьется браток как-то не даме кривые интересный прием для твт такие вот закопанные мины если помните на квалификации на аргентум как была классная игра она есть у меня на youtube канале между аверсом и зиппером где аверс играл масс-батлы масс-мины такой очень сложный стиль в том плане что как вообще против него играть то непонятно особенно когда практики нет а так играют не больно то часто и такие стили зачастую ты просто не понимаешь то есть у тебя вроде как нет толком юнитов которые это контрят ты там должен все очень аккуратно и четко исполнять такой концепт зачастую ну просто сложнее сложнее чем правильно подобрать юнитов сделать их и чтобы они сами вы так не всегда получается забирает браток одного морпеха зачем я не знаю потому что может видимо ну и копятся у него танки с гелионами в итоге не особо понятно зачем паша делал апгрейд на зацеп может быть там был какой-то опасный тайминг которого для которого это важно но в действии мы ничего такого не увидели сбивает контроль карты сопернику браток дает минку он может попробовать нет мародера я думал он зацепит рэйвен но рэйван скорее всего ушел бы все равно слишком неудобный рельеф для этого не пламя доделывается грейды 11 механически опаздывают относительно пехотных конечно контроль карты у паши классный и термал со своей пехотой по сути но не то что сидит в темноте да у него есть обзор на зоноги все время бегает морпехами да это тоже тоже хорошо конечно залетает баньша на мэйн звучит как начало анекдота из серии как возвращается муж из командировки там как еще был обычно неожиданно что минус 30 клона по идее вот этот муж не должен был быть неожиданным для тех кто остался на башне зонога но почему-то все равно их застали врасплох уж не знаю как в этом анекдоте кто там прятался в шкаф на балкон и так далее знаю что браток тут какую-то хитрую тему замутил он отводит танки почему-то вправо раскладывается на 4 она 3 он может быть ждал атаку с той стороны что придет ю термал на 4 но он вроде видел все под сканом что я этого не понял но в итоге танков у него больше вроде бы эти танки за счет в том числе воздушного обзора он должен разобрать можно вообще на них приземлиться не очень удачно браток правда это сделал да и потерял 40 рабов которые отводились с этой базы и термал по сути пробил одной атакой не знаю странные такие позиционные перемещения были от братка как-то не догнал я этой темы пожалуй ну у него правда было меньше боевого лимита да а тут был еще и дроп пакетистам еще дроп на убивал кучу рабов может быть поэтому браток в какой-то момент отвлекся и его армия уехала слишком далеко направо вернуться было уже сложно и он запустил еще и на третью базу пехоты не прокатил выход в макро механизацию хотя начало получилось неплохим но как ю-термал ты ничего не потерял особо на этих гелионах но в любом случае вроде ситуация выглядела достаточно стабильно в итоге ерунда какая-то получилось ну ладно пока 0.1 1 2 2 2 3 3 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 9 8 8 9 9 9 10 9 10 10 12 12 12 13 14 15 12 14 12 14 15 16 16 17 Да, и поэтому ее термовать чуть-чуть раньше барак, но тайминги не особо важны. Наверняка еще какой-нибудь опенинг есть у братка, такой, ну, агрессивный, технологичный, да, ранний второй газ у него, даже раньше, чем на середине барака. Логично, что против сильного игрока, сильного соперника есть смысл поиграть агрессивно, но тут U-Termal сам будет играть агрессивно, у него второй барак. Хотя не факт, на самом деле, каждый раз, когда я вижу два барака рипперы из дома, в большинстве случаев это оборонительный отыгрыш, то есть это билд, который точно отбивается от двух прокси-бараков рипперы, ну, там чуть-чуть наносят какого-то урона, но это не то, что прям, вот я пушу тебя рипперами, такого эффекта обычно у этого билд-ордера нет. Посмотрим, как U-Termal будет реализовывать, он-то большой специалист по масс-риперам. В какой-то момент он играл в ТВЗ, очень необычный этот стиль, масс-риперы, там чуть ли не 11 бараков с грейдами. Но вроде бы это со временем все-таки перестало работать на топовом уровне. Я думаю, что на любительском теоретически все еще может, но, конечно, этот стиль требует тоже большого опыта в исполнении. Надо точно понимать, когда что твои юниты должны делать вообще, потому что отдать их очень легко против лингов на криппер. Приезжает первый риппер, браток пока не должен был ничего понять, он видел только один барак. Но по таймингу саплай он мог догадаться, что что-то тут не чисто, потому что где командный центр, почему саплай так рано. Но он же не видел, когда там газ. То есть много прийти к выводу, что там просто быстрые два газа, как у него. Ну, в любом случае, рипперфон в итоге держит дома. А ютермал своих тоже перестал строить. То есть, да, вот нередко вроде два барака, а строится всего там три рипера. Именно такая ситуация в этой игре, и ютермал поехал искать прокси. Которых в этот раз нету. Зато есть два рипера гелиона, братка. Убивает одну и свежку на бункере. Но в остальном, конечно, ютермал с двумя бараками с этим билдом справляется достаточно легко и успешно. Но тем временем, рабочий от ютермала приезжает и прячется в районе третьей базы. Тут гриб какой-то растет, похожий на морпеха. Да, ну ютермал разведует стелс. Это не самая крутая новость для братка. Но стелс готов уже наполовину, возможно... Так, стоп. А, это он сапплайтом заложил. Чтобы фактат дольше не могла приземлиться на лабу. Господи. Да, помнится, в брудворе так иногда протасы ставили пилон. И как бы особенность ТВП в брудворе заключалась в том, что с барака во многих билдах юниты не строились вообще. То есть ты сразу строишь с факты там танк. Ну, по стандарту обычно, конечно, строилось несколько морпехов. Но были такие билды. И зачастую получалось у нас на РПЛ такие игры. Были еще на СК-2ТВ. Когда протас взлетает, чтобы поставить пристройку по-другому. И потом не может сесть 2 минуты. Фактой. Потому что юнитов у него нет. Чтобы убить пробку. У КСМ-ок 0 радиус атаки. То есть они там совсем тупые. В общем, беда. Конечно, в СК-2ТВ таких трудностей нет. Через Рейвена играет Ютермал. Ну, а браток прилетает своей большой. Ну и особо ничего не добивается. Просто потому, что технология эта была спалена. Но в любом случае, Ютермал как минимум должен был не тратить энергию на мулов. Да, копить эти сканы. Так что в любом случае, это позитивный такой результат. Возможно, ради этого даже стоит доделывать разведанный стелс. Тем временем, Рейпер прилетает. Опять же, ради разведки Ютермал хотел бы по возможности без скана понять. Пехота там или техника. Рейпер вообще такой жесткий. Просто приехал с танком вплотную. Еще бы на кулачный бой его вызвал. Ну, помогли гелионы. А здесь циклоны попытаются помочь против баньшей. Почти удалось убить одного, но автотурель здорово помогла. Ютермал тут хорошо разобрался. У циклонов с баньшами и с оракулами такая специфическая история. То есть они будто бы их контрят. Но если стоять АФК и сражаться, зачастую оракулы, например, просто успевают зафокусить их одного за другим. То есть все-таки надо хит-эндранить, а желательно стараться уезжать так, чтобы стрелять оракулы не успевали. Браток будет снова играть в мех. Карта Эвердрим по ощущениям для этого не так уж круто подходит. Ну, вроде как у Паши в последнее время мех в ТВТ это просто стандарт, поэтому, видимо, решил играть свой стиль, в котором он себя уверенно чувствует. Хотя против Хиромарина то, что я видел мельком, там, кстати, была вроде пехота. Но я не знаю, какой был опенинг, то есть там, возможно, было какое-то большое преимущество с этой стороны. ТВТ иногда позволяет такие штуки проворачивать. Убью термало совершенно все стандартно в плане добавления производящих зданий. Пять бараков, три базы. По идее, он, наверное, должен ставить вторую факту в скором времени. Они нередко ставят ее уже внизу, а не наверху, где-то на хайграунде. Делать апгрейды, делать апгрейд на атаку по земле. Ну, на технику. И, соответственно, просто пытаться копить быстро этот боевой лимит, с тем, чтобы пробить потом в тайминговой атаке. Ну, а браток с самого начала захватывает контроль воздуха. Танков у него довольно много. Делается две армори, будут даблгрейды. Конечно, они отстают от пехотных. Наверное, не особо критично. Ютермал решил полететь в даблдроп. Он понимает, что там механизация. И как вывод, как следствие, обычно, это значит, что на мейне особо обороны нет. Можно раскладывать, наверное, танк. Но обычно ты не хочешь разделять войска. Братка, кстати, нет синего пламени. Так бы эффективнее был этот Харас. Но он, видимо, решил газ пока тратить больше на танки и на грейды. Именно атаку армор. Неплохо заезжает браток. Минус 9 делает. Здесь даблдроп все еще летит. Но, да, здесь-то у братка турели. Причем в достаточном количестве. Если и пролетят эти медиваки, то сильно пробитые. Возможно, один и вовсе погибнет. Потому что тут ты летишь мимо одного. Достают оба. Потом этот продолжает. Тут еще турель. То есть реально сложно пролететь мимо. Ну и Ютермал пошел вот в такой вот выход. В сторону третьей базы. Дает сюда скан. Здесь всего два танка. Братка это может навести, конечно, на мысли. Чего-то он сюда сканет. Ютермал, конечно же, полетит в это же время на мейн. Ну, наверное, один медивак-то погибнет. На самом мейне тут ничего нет. Да, но... В смысле турелей нет. Но юниты неподалеку у братка. Такое чувство, что ему сейчас хватает, чтобы везде отбиться. Есть танк на хайграунде. Да, просто для либераторов переразложить там. Кстати говоря, либератор, похоже, погиб. Даже оба либератора. Ой, как неудачно браток сыграл. Лучше бы просто танки подводил, честное слово. Но ничего не поделаешь. Минус два либератора. Они просто нужны будут против танков, возможно. Но здесь Ютермала очень мало. То есть ему тут вообще мало что светит. Браток разложил все-таки танк. Три морпеха танк без раскладки могут и запинать. Сколько же неприятностей, да? Какие-то просто маленькие юниты за 50 на 0. Холбаты с ними справились бы. Браток как-то уж очень причудливо контролил. Надо синее пламя заказать. Но тут тем временем возвращается Ютермал. 96 лимита у него. И тройной дроп на мейн параллельно с атакой на третью. Тяжело не посыпаться. Браток стоит посередине, добавляет еще турели. Это очень логично. Ему нужно вынудить соперника сражаться в одном месте, а не в двух. Полетели. Рейвены дают одну матрицу. Ну и крутая турель. Для этого как раз, по-моему, не особо круто получилось. Браток сам в ответ дает две матрицы. Подходит, раскладывает танки. Выбьют передний ряд танков определенно. Ну а здесь Ютермал залетает. Один медивак потерял полностью, но с двух других юниты высадились. И, наверное, с того наполовину тоже должны были высадиться. В итоге здесь у братка огромные проблемы на мейне. На третий-то он отбился. Танк надо прихватить. Видимо, разложить где-то поближе. Да, тут Ютермал еще и какая-то рель. Палит контору и даже почти сбила медивак. Минус 15 рабов у братка. Но это может быть пока не критично. У него все-таки очень качественная армия. Но ему надо обязательно как-то выиграть сражение. Там у Ютермала 4 базы, 5-ая перелетает. У братка всего только 3... А нет, погодите, 3. Вот четвертая. Так что все не так плохо. Но Ютермал круто нападает широким фронтом. Сминает первую линию танков. До второй, наверное, тяжело будет добраться. Он делает это с помощью передропа. Гелеоны уже с синим пламенем здесь. И они просто жгут все, что высаживается. И по-прежнему браток, к сожалению, в минусе по разменам. Но, возможно, для него это хороший тайминг. Как минимум убить один командный центр. Здесь все выжило. 49 рабочих, да. Но все-таки есть уже много мулов. Какие-то медиваки на красных ХП. Но викингами, да-на-на-да. Там мало морпехов. Так что, может быть, и не надо ими так уж осторожно. Может быть, надо ими просто добивать все, что есть в воздухе. Ютермал, нет-нет, да и отдает пехоту. По разменам уже почти сравнялись. Но у братка осталось мало. То есть это уже крит массой сложно назвать. Здесь все работает. Да, вот так вот выглядит график добычи, к сожалению. Браток на какой-то отрезок был впереди. Видимо, когда там много мулов набросал. Завтыкал, может быть, немножко по расходам энергии. Делается апгрейд на зацеп. Пока не очень понимаю, зачем он нужен, честно говоря. Здесь три Гиллиона не смогли проехать. Можно на Натурал попробовать заезжать. Ой-ой-ой. Откуда этот танк? А, вот здесь два танка. Окей, хорошо. У Ютермала стоят юниты в обороне. Четко играет пока Терран из Нидерландов. Который, правда, не так давно жил вообще в Бразилии или в Мирсе. Короче, где-то в Южной Америке. Сейчас. Ну, вроде бы говорили, что сейчас он все-таки в Нидерландах у себя. Опять. Так что играет, видимо, с европейским пингом на европейском сервере. У меня вот 52. У него, наверное, из Нидерландов до Франции должно быть где-то 25. Я подозреваю. Турели, браток, не восстановил. Да, вот только сейчас об этом вспомнил. Но справедливости ради у него тут викинги стоят, перехватывают. Троп от Ютермала на танк. Да, чуть сплэшем. Один танк не убил другой. Еще одну базу ставит Ютермал. Браток гелионами здорово харасит. Особенно тут, где нет планетарок. Это очень действенная штука. Минус 7 рабов. А тут просто пехота. То есть, как бы, против танков не особо страшно. В отличие от прошлой игры, в этой браток смог стабилизироваться. Да, но здесь забегает Ютермал на эту локацию. Танки немножко выиграли время. Подкрепление подходит. Ютермал начинает фокусить орбитальную станцию. Браток взлетает, чтобы рабочие быстрее подъехали ее чинить. И чтобы мародеры перестали по ней стрелять. В итоге орбиталка спасается. Танк убит. Да, мне не удалось зафокусить медиваки, но, по крайней мере, база сохранилась. Полетели мулы на четвертую. Готовится переход на пятую. Да, Ютермал, конечно, впереди. Самое плохое, что вот размены. То есть, если бы браток меньше добывал, но был впереди по разменам. Грейт на мины делает он на всякий случай. Интересная атака от Ютермала. Здесь же будет подкрепление танков. Мины закапываются. Мне не нравится эта идея от Ютермала. Но он забирает несколько танков. То есть, чисто по деньгам оно может и неплохо. Просто не отдает ли он сейчас инициативу. У него там пошел фьюжн-кор. В либераторов он готовится переходить. Да, эта армия вся убита. Он забрал всего 4 СТВ. Но танков довольно много забрал. То есть, у братка не копится критмасса танков. Он снова добавляет танки, викинги, мины. Такой классный состав армии. Гелеоны чисто по необходимости. Ютермал теперь здесь передвигается. Дает скан. Видит, где находится армия синего террано. Либераторов многовато у Ютермала. Но по апгрейдам браток довольно сильно впереди. То есть, сейчас у него плюс 2 на воздух, но на армор. У Ютермала есть один, но у него делается воздушная атака. Да, браток делает свою. То есть, его на викингов просто апгрейд сильно решает. У них все-таки двойная атака. Но пока что браток должен выигрывать воздух. У него 10 на 7 еще с лучшими грейдами. Там еще и 3 циклона. Где-то может их вообще на мейне держать. Против таких дропов. Но вроде они в основной армии. Видимо, чтобы где-то что-то там зацепить при случае. Может быть, Либераторов. Всю свою половину карты добывает Ютермал. Ну или чуть-чуть не добывает свою, зато чуть-чуть добывает чужую. Тут как посмотреть. Да, в такую позицию на танки нападать по земле довольно сложно. У братка нет Либераторов, чтобы эффективно вот такие танки выдавливать. То есть, у него есть только наземная армия. Викингов по-прежнему должно быть больше. То есть, эти Либераторы не должны долго жить. Проблема в том, что возможно сейчас на том фланге у Паши ничего нет. У него что-то выйдет с подкрепления, конечно. Но судя по продакшену, это в основном Викинги. Браток потихоньку осаждает ЦЦ. Но тут Либераторы по танкам достают, а Викинги работают по Викингам. Как-то не очень здорово получилось. И еще и тут забегают мародеры. Браток начинает терять рабочих. Да, и этот пуш его не сработал. Ютермал очень четко отбивается. Классные рандомные мины. Ну, это все-таки террин, да. То есть, она выстрелила один раз. Все остальные мины попали под скан и погибли. Тут еще несколько танков. Там орбиталка улетела. Минус куча рабов. Отбивается, браток, от этой атаки. Но это была всего лишь маленькая контратака. Харас. А вот здесь вот идет основной налом. Но планетарка на самом деле жестко выжигает. И много там наших полегло. Но в остальном, наверное, Ютермал уже победил. Увы. У него слишком мощная экономика. Он просто слишком много производит юнитов. И при всем при том, он еще и хорошо ими контролит. И эффективно разменивается. И у него уже грейды 3-3. Ну, братка доделывается тоже третий армор. Но на третью атаку по земле ресурсов уже нет. Попробует браток пропушить еще раз. Ему обязательно надо какие-то базы убивать. Какие-то базы поднимать. Иначе нет шансов. Сейчас у Ютермала в той половине карты нет ничего. Браток перелетел хотя бы на свой богатый газ. Плюс одна добывающая база. Нельзя забывать, что все, что там Ютермал активно качал мулами, уже закончилось. Ну, конечно, просто вот здесь и сейчас локаций много. У голландца. Да, и орбитальных станций очень много. Шесть орбиталок против трех. Паша здесь на планетарке качает. Это круто. Газа очень сильно не хватает. Гелеоны начинают у него производиться. Да, тут танки без раскладки тяжело справляются с мародерами. Правда, кстати, есть битые медиваки. Совсем мало викингов у синего терна. Либератор полетел харасить. Самую главную базу. Турели здесь нет. Есть только на другой локации. Ну, вроде бы у братка активно строится циклон. Циклоны, викинги иногда. Да, то есть там что-то у него может оказаться на точке сбора. Но тут просто плюс три слишком жестко выкашивает пехота. Эти базы, да, раскладывается либератор. И браток пишет джи-джи. Ну, он хорошо держался. Но, видимо, в одну воронку два раза подряд снаряд не падает. И второго топового терна из Европы. Ну, их, собственно, три. Есть еще Сол. Да, ну вот. Двух из этой тройки за одну неделю браток обыграть не смог. В любом случае, матчи были качественные. Спасибо Паше за игру. Это была интересная попытка механизации справиться с топовой европейской пехотой. И сложно сказать, было ли это по-настоящему близко. Но было, по крайней мере, напряженно и увлекательно. Ютермал, конечно, показал уровень. Он большой молодец. Он четко играет. И наверняка у него отличные шансы на выход в плей-офф. Братку сделать это будет сложно. Но, по крайней мере, он в основном этапе. Это уже круто. Что ж, на сегодня все. Мы еще вставим определенный антиспойлер для зрителей Ютуба. Надеюсь, что взамен кто-то из них все-таки примет решение и станет спонсором моего канала. Ну а сам я на сегодня с вами прощаюсь. Уже завтра в прямом эфире в среду в 12.30. И на Ютуб-канале немножечко попозже выйдут лайвы и записи GSL. Ну а с Челленджером на сегодня все. Комментировал Каби. До новых встреч в эфире. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...